Приветствую вас, и просто с вами произошло. Является абсолютно совершенно нормальным. То есть вы очень любили животное, оно было счастье у вашей семьи. И сейчас, когда его не стало, вам естественно тяжело, потому что к любому живому существу человек привязывается. Нет таких слов, чтобы уменьшить ваше страдание и боль. Нет таких празд, которые могли бы преуменьшить боль. Потому что 20 тысяч человек, тут привычные, проходящие для человеческих смертей, слова не помогут. Вы знаете, вам нужно для того, чтобы отвлекаться, отвлечь, вам нужно полностью занять себя. То есть полностью распределить свой рабочий день, свой досуг, свой график так, чтобы у вас не было вообще свободного времени ни на что. Чтобы у вас не было времени оставаться наедине с собой и думать о том, что произошло. И со временем боль уйдет. Я думаю, что здесь нет каких-то однозначно эффективных средств. Потому что это тот самый случай, когда лишь только время способно вам помочь. Ну а ту ласку и любовь, которую вы обычно выражали коту, можно и нужно выражать ребенку. То есть просто старайтесь больше внимания, больше ласки, больше тепла уделять именно вашему ребенку, вашему малышу, может быть другим членам семьи. Это то, что касается именно внешней стороны вопроса. Что касается внутренней стороны вопроса, субъективной стороны вопроса, то я бы здесь сказал так. Если для вас привязанность к животному, а вы сказали, что взяли его котенком и что он у вас пробыл 8 лет. Значит, привязанность действительно очень сильна. И вы, скорее всего, через эту привязанность реализовывали какие-то ваши собственные потребности. Например, кот вас успокаивал, например, кот подарил вам именно свое животное, успокаивающее такое особое тепло, которое ни один человек дать не может. И вы его использовали, возможно, как средство релаксации для себя. Поэтому теперь, когда этого нет, вы испытываете дискомфорт. Я понимаю, что вам очень тяжело. Я понимаю, что вы, наверное, скажете, что я не прав, что вы его не использовали, что вы его очень любите и так далее. Я вам верю. Но попробуйте все-таки проанализировать, что вы получали от взаимодействия с котом. Люди всегда что-то получают. Люди всегда осуществляют какие-то свои потребности, когда взаимодействуют с животными. И у вас эти потребности тоже будут. Все, что вам нужно сделать, это, как бы это сказать, вам нужно удовлетворить эти потребности другим способом. Если вы, например, получали релакс, вам нужно искать другие средства релаксации, это успокоение, что-то еще и так далее. То есть находим, стараемся понять, что вам было нужно и стремимся это получить другими способами, другими путями и так далее. Я думаю, что именно таким образом вы можете пережить вашу трагедию. Плюс, конечно же, внимание всех ваших родных. Плюс, конечно же, отсутствие вашего уединенного, одинокого состояния. То есть вам сейчас нельзя находиться одной. Вам сейчас нужно было возможность постоянно быть с людьми, постоянно с ними взаимодействовать. И все это в совокупности поможет вам преодолеть эту трагедию. Но боль уйдет постепенно. А живут свои утраты, будут уходить лишь со временем. И сразу вот так вот отрубить, отсечь его не получится. Потому что это следствие слишком сильной привязанности. Люди иногда настолько сильно привязываются к животным, что даже не могут никаких других питомцев заводить, потому что странствуют их с другими и хотят придавать память того питомца, который ушел. То есть я вас очень хорошо понимаю, но это неизбежно. Вследствие вашей слишком сильной привязанности к животным. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо.